Всем привет! С вами снова Александр. И сегодня я хочу вам рассказать об очень понравившемся мне автомобильном кресле от компании Ducal. Это южнокорейский бренд, очень сильно, на мой взгляд, недооцененный на российском рынке. Модельку мы с вами сегодня рассмотрим категорией 0.1.2, называется она Daily. 0.1.2 категория это с рождения до 7 лет, приблизительно 6-7 лет, можно эксплуатировать это кресло. Соответственно, в двух словах кресле скажу, как я уже сказал, что бренд такой, недооцененный на российском рынке, по той простой причине, что вот такое изготовление, такое качество исполнения, качество материалов обычно можно наблюдать только в немецких брендах, в каких-то лимитированных сериях за кучу денег. Здесь вы получаете это за абсолютно демократичную цену. Ссылку на магазин Мира автокресла я добавлю в описании, там пройдете, посмотрите. Цена реально прям очень-очень конкурентоспособная. И материалы, которые здесь используются, я могу назвать просто топовыми, потому что эти материалы тактильно очень приятные, ткани очень дышащие. Они ощущаются дорогими, они такими и являются. Бренд сейчас активно завоевывает рынок на российском, российский рынок, соответственно. Цены абсолютно демократичны. И сейчас брать эти кресла самое оно. Они соответствуют европейской сертификации безопасности, поэтому ребенка доверять, естественно, креслу можно. Поэтому с этим все ровно и отлично. Теперь давайте рассмотрим с вами кресло. Вот я уже достал отсюда этот вкладыш. Этот вкладыш используется для ребенка новорожденного. Видите, здесь вот такой валик. Он у нас нужен для того, чтобы ребенку поясницу немножко выровнять новорожденному. И он нормально себя чувствовал. Не был в таком полусогнутом состоянии. Он тактильно, ну просто прям шикарнейшее ощущение создает. В середине у нас здесь дышащий материал. Он и сбоку дышащий, но вот в середине сеточку, а по бокам нет. По бокам очень мягенький, приятный. Также мягкий, приятный вкладыш. У нас есть еще снизу дополнительный, как матрасик. Также у нас есть подголовник отдельно для новорожденного ребенка. Он с таким каркасиком небольшим. Вот, он снимается, когда уже не нужно. Он сзади на веревочке привязывается. И дальше уже, когда вырос ребенок, без него ездим. Вот этот же матрасик можно убрать, можно оставить. Уже по мере роста ребенка, по пространству смотрим. Если убрали, то высвобождается еще чуть больше пространства для малыша. Но я бы его оставил, потому что он много пространства не скрадывает. А оно делает кресло более мягким и приятным. Так, собственно, ладно. Давайте немножечко посмотрим, как этим креслом пользоваться. Так как оно с рождения. Наверное, вы с рождения его и будете приобретать, чтобы ребенка возить. Это кресло не имеет системы Isofix. Устанавливается оно и пристегивается к автомобилю ремнем. Я вам сейчас быстренько это покажу. Здесь очень простая система, классическая. Вот, развернули. Поставили вот таким образом. Далее берем, вытягиваем ремень. До конца вытягиваем, как можем. Просовываем ремень сзади. Пристегиваем его. Натягиваем верхний ремень, чтобы у нас нижняя часть натянулась. А верхнюю часть ремня просовываем. Вот специальный направляющий. Здесь он с красной кнопкой, нажимаем ее. Протаскиваем. Сейчас, секунду. Неудобно крепить и чтобы вам показать. Так, собственно, все это дело натянули. И потом ремень проводим через второй направляющий. Вот здесь сверху. Он здесь у нас с прозрачным окошком. И здесь установлен уровень, по которому мы должны ставить кресло. Здесь красный шарик и синяя зона. И вот красный шарик должен находиться в синей зоне, чтобы угол наклона и положение кресла было правильным. Соответственно, закинули, натянули, закинули. И все, кресло стоит как вкопанное. Поэтому вот такая вот система установки против хода. Давайте сразу же покажу вам, как ставить его по ходу, чтобы с креплением мы с вами разобрались до конца. А против хода движения кресло имеет одно положение. Никак нельзя его регулировать. Здесь вот индикация четверочка, стрелочка вниз. Вот такое положение, собственно, и все. По ходу движения разворачиваем его. По наклону, кстати, смотрите. Здесь такая же стрелочка на кресле. И здесь внизу индикация 1, 2, 3. Соответственно, 1, 2 и 3. Это у нас три положения по наклону. Угол наклона, смотрите. Вот так вот. Вот приблизительно, ну не приблизительно, а вот точно. Вот такой угол наклона. Этого уровня достаточно, чтобы ребенок уснул, голова вперед не свисала, не падала, и он нормально себе отдыхал в дальней дороге. Что касается крепления. Абсолютно те же манипуляции, что мы уже делали. Высовываем. Пропихиваем ремень. Застегиваем. Натягиваем. Проводим через тот же направляющий красный. Так, что есть силы? Со всей силой натягиваем его. И, соответственно, получаем мертвое крепление. Когда есть система натяжения в автомобильном кресле, это хорошо компенсирует отсутствие изофикса. Поэтому в таких случаях за изофикс, в принципе, не стоит переплачивать, потому что эта система вполне себе справляется с креплением кресла, вот, ну, намертво. Здесь даже руку, ну, никак, никаким образом не подсунуть под креслом. Поэтому с креплением здесь все нормально. Мы уже много детей перемирили в эту модельку, и недовольных я не видел. Действительно удобное кресло по посадке. Вот, смотрите, оно насколько широкое, удобное. Ткани здесь вообще просто шикарного качества. Поэтому и тяжело предложить человеку, вот оно стоит там в районе 15 тысяч рублей, если память не изменяет, по ссылке в описании пройдите, посмотрите на мир автокресел. Ну, вот за эти деньги, вот в таком качестве исполнения, я ничего на рынке не знаю. К сожалению, на текущий момент такие материалы, качество изготовления, никто ничего подобного, в принципе, не предлагает. Поэтому смело могу его рекомендовать. И удобное, безопасное, качественное. На вторичке, насколько ликвидное, покажет время, не знаю. И еще по поводу крепления ребенка уже по ходу движения. Здесь пятиточечные ремни. В них мы возим детей до 100 сантиметров. Потом, когда ребенок подрастает, у этой модели, когда ребенок подрастет до 100 сантиметров, пятиточечные ремни у нас прячутся под обивку, или можно вообще демонтировать, и ребенок пристегивается взрослым ремнем. Отсюда вам видно, посмотрите, берем просто-напросто ремень. Здесь есть у нас направляющий. Проводим ремень его вот сюда. Заводим в этот же направляющий ремень с этой стороны. И пристегиваем. Вот таким образом пристегивается ребенок с метра, это где-то 3-4 года, как раз-таки до 6-7 лет. И назревает вопрос, а как тогда крепится кресло к автомобилю? Вот именно вот когда уже взрослый ремень идет в ход, крепит ребенка, пристегивает, он же пристегивает и кресло вместе с ребенком. Отдельно снизу ремень нигде не проходит. Это неплохо, это нормальная, обычная, стандартная ситуация, поэтому не нужно думать, что это плохое крепление. Нет, практически все кресла без зафикса пристегивают детей с креслом именно таким образом. Так, в принципе, все. По креслу мне больше добавить нечего. Если подытожить в двух словах, я очень рекомендую по соотношению цена и качество. Здесь оно просто на идеальнейшее. Вот, если обзор вам был полезен, интересен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал, это очень помогает развитию канала. Вот, и Миру Автокресел, большое спасибо за предоставленное кресло Дукл Дейли на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. Всего доброго!